Приветствую вас, уважаемые друзья! Сегодня мы продолжаем свою рубрику, посвященную специальной операции Российской Федерации по демилитаризации и принуждению к миру Украины. Сегодня поговорим о переговорах, которые начались сегодня. Сегодня анонсировали недавно, что стартует сейчас, в ближайшее время, третий раунд переговоров, что переговоры очень насыщенные, очень интересные. И хотелось бы сказать свои, выразить свою точку зрения по поводу выводов из этих переговоров, какие же будут результаты. Но это сугубо мое мнение. Что же будет? Сперва Украина сама инициировала переговоры, Зеленский сам сказал, что необходимо провести переговоры, после чего они промолчали. Наши уже готовы были, российская власть приготовила переговорщиков, и они должны были в Беларуси встречать своих украинских коллег. Но украинские коллеги почему-то замолчали. Это, может быть, было для того, чтобы перегруппировать свои войска, потому что в это время российские войска перестали проводить специальную операцию. После этого Владимир Меденский, а именно он возглавляет наших переговорщиков, решил было уже уезжать, но потом от украинских коллег были какие-то сигналы, что они готовы. И, в принципе, сегодня в Гомельской области, касающейся организации сегодняшней встречи, от переговоров сам Зеленский ничего особого такого не ожидает. Ждем ли вы. Он говорит о том, что это все для того, чтобы просто поговорить, но говорит о том, что он не хочет быть виноватым перед своим народом, что якобы я согласен провести переговоры ради своего народа, чтобы он потом не говорил, вот ты не согласился на эти переговоры. Это был первый вывод, то есть Зеленский не верит. Второй вывод, если это оттягивание времени, чтобы опять какую-то перегруппировку или оснащение своих сделать, ну это сутки ничего в принципе не сделают, погоду никак не сделают. Это второй вывод. Третий вывод, сегодня Зеленский сам инициировал письмо Евросоюзу, чтобы срочно приняли Украину. Мне, я думаю, я думаю так, что если ЕС не примет Украину, а это маловероятно в кратчайшие сроки, Зеленскому будет некуда деваться, просто соглашаться на переговоры, на те условия, которые предлагает Российская Федерация. В принципе, это третье, о чем я думаю. Уважаемые друзья, президент Беларуси просил встретить вас, приветствовать и обеспечить максимально вашу работу. Как было договорено с президентами Зеленским и Путиным, вы можете чувствовать себя в полной безопасности. Это наша святая обязанность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!